Уважаемые жители города Йена, мы с вами живем в необычное время. Вирус COVID-19 сильно отразился на наших жизнях, а также поменял повседневную жизнь всех нас. Школы и детские сады закрыты, как и многие магазины, кинотеатры, детские площадки, спортивные залы, бассейны, другие развлекательные центры. Некоторые люди не могут выйти на работу, в то время как другие чрезвычайно много работают, например, врачи. В настоящее время появилось крайне много новых правил, но все они нужны лишь для одной цели – защитить нас, наши семьи, друзей, соседей и прежде всего людей, подверженных большому риску из-за низкого иммунитета или другой болезни. Многие из этих новых правил применяются по всей территории Германии. Некоторые правила применяются только в Йене. Однако каждый должен придерживаться их, так как это единственный способ остановить вирус. Вот почему существуют определенные наказания за нарушение правил, например, штрафы. Что самое важное? Избегайте контактов. Так называемый запрет на контакты действует по всей Германии, а также во многих других странах. Просим вас оставаться дома, не навещайте своих друзей и родственников, даже если это сложно. Также есть запрет на путешествие. Конечно, вы можете покидать свою квартиру, но только ради действительно важных дел. Вы можете пойти на работу или на экстренное обследование ко врачу за покупками продуктов, товаров первой необходимости для себя или для людей, которые нуждаются в вашей помощи. Конечно, вы также можете выйти погулять, в том числе и с собакой, или немного потренироваться на свежем воздухе. Но вы всегда должны делать это только возле своего дома. Можно выходить по одному или с людьми, которые проживают с вами, с супругом или детьми. Если вы хотите встретиться с кем-то из знакомых, не проживающих с вами, необходимо помнить о правилах. Нельзя собираться в группы больше двух человек. А также необходимо помнить о защите и дистанции. Всегда нужно соблюдать дистанцию не менее полтора метра. От людей, с которыми вы не проживаете. Необходимо помнить об этом правиле везде. На улице, на работе, в банке, в транспорте, в продовольственных магазинах и т.д. В городе Йена при нахождении в общественных местах все люди также должны носить средства защиты рта и носа – маски. Школьники также должны носить маски. Дети младшего возраста нет. Не забывайте, что носить маски нужно при передвижении на любом транспорте, будь это такси, автобус, трамвай или поезд, при посещении магазинов, кабинета врача, офисов и т.д. Где бы люди ни находились, они должны носить защиту для рта и носа. Если у вас нет маски и вы не можете ее сшить сами, можно закрывать рот и нос несколькими оборотами шарфа или другой тканью. Вирус COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем, т.е. при разговоре и выдохе. Защита рта и носа задерживает капельки жидкости, переносящие молекулы вируса. Таким образом, мы защищаем окружающих нас людей. Этот способ не может полноценно обеспечить абсолютную защиту вируса, но это лучше, чем ничего. Даже при использовании маски вы можете заразиться, поэтому не игнорируйте другие правила гигиены. Еще раз повторим их. Продолжайте держать расстояние полтора метра друг от друга. Не трогайте свое лицо руками. Мойте руки часто и тщательно, не менее 20 секунд с мылом. Используйте только одноразовые носовые платки и сразу выбрасывайте их. Старайтесь закрываться при кашле локтем. Дезинфицируйте маску каждый день. Стирайте ее при температуре не менее 70 градусов. Эти правила будут постепенно ослабевать в ближайшем будущем. Будут открываться некоторые магазины. Первые ученики, которые скоро будут сдавать выпускной экзамен, смогут вернуться в школу. Но чтобы число инфекций не увеличивалось, другие правила будут продолжать действовать. Это означает, что запрет на контакты продолжается. Не ходите в гости. Лучше созванивайтесь по телефону. Не встречайтесь более чем с одним человеком из другой квартиры. Каждый должен держать дистанцию полтора метра. И все, включая детей школьного возраста, должны носить защиту рта и носа. Дети, посещающие детский сад, могут не надевать защитные маски. Однако родители или родственники, которые приводят детей в детский сад или забирают их, всегда должны носить средства защиты. Если вы вдруг почувствовали себя плохо, у вас появился кашель, насморк или жар, вам запрещается работать или делать покупки в течение как минимум 7 дней, а также передвигаться по городу на автобусе, трамвае, поезде или такси, попросите друзей или соседей приносить вам продукты. Пожалуйста, не ходите ко врачу напрямую. Сначала позвоните и объясните свою ситуацию. Вы также можете обратиться в службу неотложной медицинской помощи по телефону 0049-3641-116-117. Город Йена также предлагает консультации по вирусу, если у вас есть такие симптомы. Как высокая температура, сильный кашель или проблемы с дыханием. И если вы подозреваете, что это коронавирус, то позвоните по телефону 0049-3641-4933-117. Всю эту и дополнительную информацию о COVID-19 и актуальных правилах в Йене всегда можно найти на интернет-странице администрации города по адресу www.yena.de. Старайтесь регулярно проверять этот сайт. Вся информация есть как на немецком, так и на других языках. Многие люди в настоящее время находятся в трудной или небезопасной ситуации из-за вируса, беспокоятся о своем здоровье, семье, доходе и пребывании в самоизоляции. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Если у вас возник вопрос о вашей конкретной ситуации, правилах или о COVID-19 в целом, пожалуйста, позвоните по телефону 0049-3641-4922-222. Если у вас есть административные вопросы о вашем пребывании в Германии, то напишите в городской отдел по делам иностранцев. Пожалуйста, отнеситесь к вирусу серьезно. Соблюдайте правила. Потому что эти правила – это не наказание, а меры защиты. Это единственный способ остановить вирус прямо сейчас. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих. Если мы все будем действовать сообща и ответственно, мы найдем самый быстрый и наилучший выход из этой ситуации. Будьте здоровы!